Работа медика и работа Катмана, она ведь отличается, и не каждый медик может быть Катманом. Как вообще происходит это все в ринге? Ну, смотри, дело в том, что не каждый Катман медик, и не каждый медик Катман. Дело в том, что Катман, я считаю, вообще в принципе по некой такой профессиональной этике, он не должен лезть в медицину, когда Катман начинает шить или еще что-то, я считаю, он отнимает, ну, как бы, хлеб у своих коллег. Но это опять же лишний выбор Катман. Катман должен сосредоточиться на конкретных задачах в ринге, да, то есть есть ли есть рассечения, есть гематомы или нет их, но нужно делать профилактику. Он должен работать только над этим. Как только гонка, финальный раунд, боксеры ушли в раздевалку, все, должен подойти врач и должен заниматься этим. Дело в том, что характер работы врача, он несколько или иной. Есть, конечно, врачи, которые работают оперативно достаточно, но обычный врач, он привык принимать больного, работать размеренно, и не вникает в нюансы то, что из минуты даже перерыва у тебя есть 40 секунд, и у тебя ограниченные препараты и правила, и ты, как Катман, уже знаешь, да, где может вылезти проблема просто из-за характера, скажем так, боя боксеров, ну или не боксеров, а бойцов, скажем так, ты видишь, что там при ударе боец, например, опускает руку, еще что-либо, и ты понимаешь, например, что здесь вылезет проблема, просто интуиция уже нарабатывается, или там они сходятся головами очень часто, и вообще должен быть вдвойне начеку, ну и плюс сам фактор того, что ты ограничен по правилам, ну, скажем так, определенной гаммой лекарств, да, там, или там, по сути, одним лекарством, подразумевает то, что должен там использовать целый ряд манипуляций с холодом, сочетаний, там, применять кавазелин правильно и прочее, и прочее, то есть там, действительно, с десяток вариантов применения препарата, скажем так, я могу рассказать, и вот за 11 лет моей плотной такой мегаактивной работы, я действительно так и считаю, просто это я сравнил с своими коллегами даже очень активно работающими, так вот, у меня, скажем так, создавалась некая база знаний, да, по поводу того, что можно сделать на совершенно базовом уровне, да, там, например, особенно в любительском боксе, ну, я предпочитаю называть его олимпийскими, опять же повторюсь, то есть на базовом уровне, да, можно научить тренера, там, секунданта каким-то вещам, да, несложным, которые, там, могут помочь, там, за три раунда решить, там, какие-то небольшие проблемы в профессиональных единоборствах, особенно в боксе, где, там, спортсмены дерутся 8, 10, 12 раундов, все несколько сложнее, потому что частые ситуации, ну, скажем так, множественных травм, мой рекорд был 6 рассечений и 3 гематомы, я справился с этой задачей, но это было очень легко, ну, вот, периодически подобные ситуации возникают, очень часто, я бы даже сказал, я вот сейчас нахожусь в Екатеринбурге, вчера был здесь боксерский турнир, где в крайнем раунде, ну, в последнем раунде боксер от удара головы получил невероятно сложное рассечение, которое, если неправильно даже зашить, может, ну, человеку просто, ну, как сказать, исковеркать лицо потом по итогам, когда все это, собственно, чего уж говорить о том, что, чтобы это было, что было бы, если бы это было, например, в втором раунде, да, там, или четвертый, потому что профессиональный бокс, он там подразумевает совершенно другое ведение боя там и прочее, совершенно другая экипировка, перчатки, которая полностью сгибается, сжимается рука, если говорить о, кстати, тенденциях профессионального бокса, который приходит именно в олимпийский бокс, я думаю, что следующим шагом будет экипировка, раз уже и специалистов пригласили по тейпированию, раз уже пригласили, ну, катманов уже на олимпиаду, то, соответственно, я думаю, сейчас будет речь идти о том, чтобы в перчатках лучше сжималась рука, то есть повлиять на конструкцию перчатки, потому что, ну, большое количество травм, да, происходит именно из-за этого, травм именно кисти рук, потому что рука в полусугунном состоянии, и там, наверное, 80-90% любителей, которые сделали большую карьеру, все с травмированными руками. Это первый момент, и второй момент, я был на медицинской конвенции WBC, где была огромная группа нейрохирургов со всего мира, и они признали, что лучше один нокаут, чем суммарный тоннаж ударов для здоровья спортсмена, поэтому, наверное, нет смысла растягивать удовольствие, тем более за небольшое количество раундов. Собственно, наверное, так. Спасибо.